Я рада вас приветствовать на моем канале. 27 июля, 14 июля по старому стилю отмечается народный праздник – День Стефана Чудотворца, День Акилы Соломиного. Верующие в эту дату вспоминают апостола Акилу Гераклейского и чудотворца Стефана Махришского. В народе, по традиции народного календаря, 27 июля отмечают Акилу Соломиного, которого прозвали так потому, что обычно в этот день поднимался сильный ветер, раскидывающий солому, которая исцеляла от многих болезней. Наши предки, полагаясь на приметы, считали, что с этого дня начинает приближаться осень, уже часто шли дожди, поднимались ветра и начинались грозы. Кстати, крестьяне верили, что молнии – это происки нечисти, которые очень сильно боялись. Поэтому без особой нужды во время грозы избу не покидали. День Стефана старались задобрить духа живущего в поле, полевого, чтобы он оберегал пассивы от ненастья. Для мифического существа готовили кашу, которую клали в новый глиняный горшок и несли его к последней полосе жатвы. На полоску обязательно клали ржаной пучок. Верили в приметы, что такой ритуал поможет получить в этом году хороший урожай. Мужики на Стефана выходили по очереди в поля, чтобы нести дозоры и следить, как бы ветер в это время довольно сильный не развеял сено. Также в их обязанности входило отгонять от полей как птицу, домашнюю скотину, так и детей. Крестьяне верили, что нечистая сила может принять любой облик и начать пакостить. К этому времени начинался период молний, от которых гибло очень много людей. Наши предки подметили, что молнии чаще бьют высокие деревья. Поэтому во время бушевания грозы старались прятаться под низким кустарником, избегая берез, елей, сосен и дубов. Эти деревья, обладатели глубоких корней, были своеобразными антеннами-проводниками для молний. Не только под растениями крестьяне искали защиту от грозовых атак, но читали во время непогоды и специальные магические заговоры. В конце июля на полях вовсю шла уборка ржи. Эта тяжелая работа и выматывала, и была причиной боли в спине, в голове и ногах. Чтобы от них избавиться, крестьяне после трудового дня обвешивались соломенными пучками и отдыхали на матрасах, набитых ржаной соломой. Да и во время уборки часто вешали на поясницу соломенный пояс и на голову венок из соломы. Бытовало в народе поверье, что солома обладает целебной силой и избавляет от боли. Солому в этот день, в Стефанов день, использовали не только в качестве средства от боли, но и в магических целей. Читали на нее различные заговоры, проводили с ней обряды и ритуалы. Проводили, например, сегодня такой ритуал от алгоголизма. 27 июля брали солому и клали ее под свинью. А после брали семь соломинок и подкладывали под постель пьянчуги, приговаривая такие слова. Хрюша горькую не пьет и другим не дает. Так и ты, раб Божий, не пей, водой жажду залей. Пусть тебе в горло водка не льется, тошнотой на волю рвется. После сна эту солому нужно было кинуть в стакан с бражкой и дать выпить пьянице. Его сразу же начнет тошнить или откроется рвота. Чаще всего после этого обряда пить человек прекращал. Сегодня по церковному календарю день Стефана Чудотворца. Этот святой очень почитается церковью, а его мощи стали нетленными. Прославился Стефан своим добрым сердцем, ведь он всегда помогал людям. А в этот день помощь понадобится всем, ведь сегодня существует большая угроза. Народные приметы на 27 июля подскажут, что же делать нельзя и как отвести от себя беду. В этот день принято молиться Чудотворцу, святому Стефану. У него можно попросить защиты от любой напасти и покровительства в любом деле, с которым человек не может справиться самостоятельно. Сегодня помощь Чудотворца понадобится, так как день опасный. Именно 27 июля чаще всего бывают грозы, и грозы страшные, с молниями и градом. Молнии очень часто сегодня нападают на людей, в дома, в поля, вызывают страшные пожары и смерти. А потому от них нужно беречься, не дай бог гроза начнется. Приметы говорят, что для того, чтобы уберечь себя от попадания молнии, в этот день, если пойдет гроза, нужно читать особый специальный заговор. Согласно приметам, если на рассвете заметишь, что солнце восходит, и оно окрашено в красный цвет, а потом вскоре оно спрячется в облака, то жди грозы. Если нет дождя в этот день, осень будет погожей и теплой. Если пошел дождь 27 июля, еще неделю земля не просохнет. Приметы на 27 июля не советуют выходить людям из дома в грозу. В этот день молнии чаще всего попадают в людей. Сны сегодня вещи, но ничего важного не сулят. По народным приметам и поверьям, основное, что не заделать 27 июля в день Стефана Чудотворца, это находиться во время грозы под елью, сосной, березой или дубом, иначе молния может убить. Как считали наши предки, если в этот день застала гроза на улице, лучше спрятаться под низким кустарником, тогда ничего страшного не случится. 27 июля нельзя обижать духа полей. День Стефана Чудотворца, полевика нужно задобрить кашей, которую нужно оставить у последней полосы жатвы и прикрыть ее пучком ржи. Считается, что такое угощение придется духу полей по вкусу, и оно поможет защитить посевы от ненастья. Не рекомендуется в этот день подходить к лесу, к незнакомой собаке, птице или ребенку. В их облике часто скрывается темная сила, которая затянет в глухую чащу, где заблудившийся может остаться навсегда. Не стоит в день Стефана Чудотворца вставать против ветра человеку, которому в последнее время во всем везет. По примете, ветер может выдать всю удачу, и наступит полоса неприятностей и горестей. А вот неудачнику, наоборот, в этот день нужно постоять на ветру, чтобы он своей силой унес все невзгоды долой. В день Стефана Чудотворца нельзя найденные сегодня деньги заносить в дом. Ими нужно подмести порог входной двери, а после, не заходя в квартиру, купить на них еду, часть которой нужно раздать нуждающимся. Тогда вся семья будет сыта и здорова. Незамужней девушке в этот день нельзя мыться початым мылом, иначе супруг достанется разведенный. Лучше сегодня взять новый брусочек, тогда вторая половинка не будет иметь брачного прошлого. Если к этому дню листья начинают краснеть на деревьях, примета, что будет хороший урожай грибов. Ярко-красное солнце на закате в день Стефана Чудотворца, значит, ожидаются осадки. Теплую осень сулит сухая погода в этот день. Если дождит, по приметам, еще семь дней будут ливни. Погожие деньги предсказывают чайки, плавающие в водоеме. Приметы говорят, что на Стефана можно отправляться в дальнюю поездку, она будет удачной. Рожденные в этот день люди хорошие психологи, они умеют ко всем людям ключик подобрать, у них много друзей. Что же категорически нельзя делать в день Стефана Чудотворца? Нельзя сегодня лениться. Не зря же Стефан Чудотворец с самого детства был упорным тружеником. Особенно в почете умственный труд, поэтому посвятит один чтению, изучению языка или другой интеллектуальной работе. Нельзя сегодня вести переговоры. Этот день считается неблагоприятным для развития деловых связей, различных переговоров и подобного. Поэтому лучше отложить важные дела на другой день. Иначе сделка сорвется, либо принесет не тот результат, который ты ожидаешь. Сегодня нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все лишнее нуждающимся. Это отличное время, чтобы заняться благотворительностью. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok